ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ МВФ Выполнение требований МВФ наталкивается на Украине в невозможность регулировать хаос. И как бы руководство Украины не убеждало МВФ в том, что они всё делают, законы какие-то принимают, решения какие-то, а реально выполнить рекомендации МВФ не очень получается. И я хочу обратить ваше внимание, по крайней мере, на два обстоятельства. Во-первых, невозможно сейчас резко ухудшить уровень жизни населения без того, чтобы второй Майдан не смел это правительство. Это раз. А МВФ требует жить по средствам и снизить социальные выплаты. И второе. Невозможно выполнить решение МВФ, если у вас пятая часть экономики как не бывало. Если у вас ВВП на 20% резко уходит, то выполнить решения, которые принимались, когда экономика была с этой пятой частью, невозможно. Поэтому украинское руководство в очень сложной ситуации находится без относительно каких-то эмоциональных отношений и политики. И было бы неправильно сказать, не сказать о том, что без помощи России в первую очередь никакого разговора с МВФ вообще бы не было. 8 миллиардов долларов Россия фактически пока заморозила этот долг. Не требует его. Понимаете? Мы помогаем Украине. И в ЕС, кстати, это очень хорошо понимают. В МВФ, кстати, тоже. Теперь посмотрите, что делается с долгами. Дефолт объявляется, значит, когда получается так, что больше 60% государственного долга к ВВП, а у Украины сейчас уже, по-моему, 74,6. Ну, поскольку Россия не требует долга, не требует дефолта, пока всё остаётся, так сказать, на своих местах и пока у Украины теоретически. Только теоретически есть возможность выползти из этой ситуации. По первому полугодию вместо прибыли у украинских предприятий 10 миллиардов гривен убытка. Вместо запланированной прибыли. А это что значит? Они не смогут отдавать, обслуживать ни проценты, ни основное тело долга банкам, банки сели все, просто сели. Дело не только в населении, конечно, это важный очень аспект, но и дело в том, что весь бизнес просел. И налоговая база сократилась, поэтому там катастрофа экономическая, с моей точки зрения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok